Варвары и культурные мародеры 21 века. Известно, кто громче всех кричит «держи вора». А кто активнее всех ворует чужое культурное наследие? Правильно, кочевники, варвары, рядящиеся в тогу цивилизованности. Да, бакинская официальная пропаганда продолжает активно и в самой мерзкой форме искажать и присваивать древнее культурное и духовное наследие армян Арцаха, Карабаха. Для начала напомним, что термин «азербайджанец» в применении к перекочевавшим в Закавказье татарам появился лишь в начале XX века, после того как они примерно двумя столетиями раньше стали вести частично оседлый образ жизни. Но психология кочевника, руководствующегося излюбленным принципом раз вступив на чужую землю, считая ее своей, осталась, по сей день и азербайджанские псевдоаналитики самым наглым образом извращают историю региона, пытаясь оправдать притязание кавказских татар на территорию не только Карабаха. Арцаха, и Армении, но других соседей с древнейшей историей, Грузии, Ирана и другие, вместе с их уникальным культурным наследием. Надо отметить, что с момента образования советского Азербайджана примерно сто лет назад и нелегитимного включения Нагорного Карабаха в состав этого квази-государства бакинские власти вели целенаправленную политику по планомерному уничтожению на подконтрольной им территории религиозных очагов армянского народа и созданных им за многие тысячелетия памятников. Некоторые же особо значимые духовно-культурные объекты недавней кочевники пытались присвоить. При этом вандалов не смущали ни христианская символика, ни надписи на армянском языке, ни собственно армяно-христианское направление в зодчестве. В общем бакинскими властями делалось все, чтобы исказить и приватизировать историю Арцаха с тем, чтобы обосновать попытки оккупации Нагорного Карабаха. С приходом к власти Алиева-младшего данная компания обрела еще больший размах и конкретику. Нынешний военно-политический режим Азербайджана окончательно раскрыл свою террористическую суть в ходе недавней 44-дневной войны, взяв под прямой прицел христианские святыни Арцаха. В частности, были нанесены ракетные удары по главному символу Г. Шуши, собор Усур, Паминаполькич-Казанчет-Сеоц, собор Святого Христа Всеспасителя, XIX века. Они бьют по нашим духовным ценностям, в то время как мы восстанавливаем мечети, прокомментировал в те дни данное святотатство тогдашний предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян, справедливо разглядевший в нанесении целенаправленного двойного удара по Шушинской церкви почерк запрещенный во многих странах террористической группировки «Исламское государство». Имеется множество задокументированных случаев преднамеренного разрушения и вандализма в отношении армянских церквей, иных религиозных и культурных памятников со стороны азербайджанских вооруженных сил как во время боевых действий, так и после войны. Настоятель Степанакерской соборной церкви покрова Пресвятой Богоматери Отец Нерсес Осрян отмечает, что с момента своего создания Азербайджан поставил перед собой задачу уничтожать, присваивать и искажать армянское духовное и культурное наследие, закрыв в 1930-е годы арцахскую епархию Армянской апостольской церкви. В данном контексте отец Нерсес выделяет политику албанизации и духовных памятников Арцаха, замечая при этом, что почерк азербайджанских властей по сей день не изменился, одной из главных мишеней в ходе сорока четырехдневной войны, как и во время предыдущих агрессивных войн, стали арцахские святилища. Известный российский архитектор Никита Шангин, посетивший после кровавой Азербайджана турецкой террористической агрессии 2020 года на Горный Карабах для ознакомления с ситуацией на месте и проведения научных исследований, категорически осудил совершаемые азербайджанской стороной преступления и потребовал положить конец вандализму и антиармянской политике. То, что я увидел и почувствовал, не вписывается в область человеческого разума. Произошедшее является культурным геноцидом и напоминает преступления, совершенные против армянского народа в Османской Турции в начале прошлого века, тот же средневековый почерк, подчеркнул он. При этом верхом проявления цинизма Алиева Шангин назвал церемонию закладки под руководством бакинского диктатора фундамента мечети в центре Гадрута, в котором азербайджанцы никогда не проживали. Касаясь изменения наружности армянской церкви Сур-Паминапркич, святого Всеспасителя, в оккупированном Шуши, архитектор заметил, что видит в этом далеко идущие цели и более темные планы. «Я слышал, что эти злодеи пытаются приписать армянский христианский памятник Агванам. Но я уверен, что у них ничего не получится. Когда-нибудь фальсификаторы истории будут привлечены к ответственности. Просто это чуть запаздывает», — сказал Шангин. Тем временем судьба более двух тысяч армянских памятников на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, находится под серьезной угрозой. Среди них 13 монастырских комплексов, 122 церкви, 52 крепости и 523 хачкара. Как отмечалось выше, параллельно с пещерным варварством продолжается процесс культурного мародерства, то есть албаниза ЦИИ, а точнее удениза ЦИИ армянского наследия Арцаха. Историк Мгер Арутюнян считает, что недостаточно перечислять уничтоженные или присвоенные церкви, а надо систематизировать информацию о них, комментировать, доводить реальные факты до кругов, которые могут давить на Азербайджан и действенно парировать дезинформацию азербайджанской стороны. В качестве примера фальсификации Арутюнян отметил, что если в советское время в Шуши были всего две мусульманские мечети, то сегодня азербайджанские пропагандисты называют цифру 17. Кроме того, по его словам, бакинские лжеученые цинично искажают топонимы. Арутюнян призвал специалистов усерднее работать в борьбе против этого, создавать сайты для распространения соответствующей литературы и информации, представляя миру объективные факты. Нельзя обойти вниманием также тот факт, что политизация культурной и духовной сфер со стороны Азербайджана наносит конкретный вред и православным гражданам Нагорного Карабаха, русским, белорусам, украинцам и представителям других славянских национальностей. Члены русской общины НК не раз выражали свою обеспокоенность в связи с уничтожением армяно-русского наследия в карабахских районах, перешедших под контроль Баку. При этом они строго осуждают вовлечение в процесс присвоения и искажения идентичности армянских храмов православных священников и гражданских лиц. Православные Нагорного Карабаха также обеспокоены отсутствием доступа к кладбищам Шуши и Гадрудского района, Физули с 1827 года город Корягина, переименован в 1959 году, на которых похоронены их предки, освобождавшие и присоединившие эти земли к Российской империи в ходе русско-персидской войны, 1804-1800. 1913 годов, а также тысячи русских и других православных, умерших в последующие годы, вплоть до 9 ноября 2020 года. Как видим, от безбожной бакинской политики сегодня страдают не только вековые храмы и камни, несущие на себе печать древности и содержащие вселенский смысл, но и живые люди разных национальностей и вероисповедания, в том числе удины, которых политический режим Азербайджана использует в качестве разменной монеты в своих грязных играх, превратив представителей духовенства этого древнего и достойного народа в клоунов своего дешевого цирка. Настоящие иудины, которых связывает многовековая история с арциахцами, должны сами сорвать маски с этих позорных лицидеев. Напоследок отметим, что в судьбоносные периоды Армении, в частности, арциахцы, сумели преодолеть кажущиеся непреодолимыми трудности во многом благодаря своей непоколебимой вере. И не случайно враг постоянно целится в христианские святыни. Сегодня, в 21 веке, мы становимся свидетелями нового, беспрецедентно дикого варварства преступной бакинской власти. Призвав на помощь международное террористическое отребье, Алиев при активной военно-политической поддержке Турции продолжает уничтожать в Арце ее уникальное культурное и духовное наследие древнего армянского края. При этом варвары, прибегая к различным приемам словоблудия, пытаются предстать внешнему миру в тоге цивилизованности. Но потерпит ли бог такого издевательства над святынями?